А сейчас у нас Иван Анфилатов. Использование больших языковых моделей в качестве ассистента быстрого доступа к справочным и методологическим данным. Хорошо. Иван, представьтесь сами, пожалуйста. Меня зовут Иван Анфилатов. Я, грубо говоря, больно-наемный эксперт в данной области. Работаю с нейросетями уже около трех лет, может быть, плюс-минус полгода. Что касается моего доклада. Он на самом деле правильно перетекает из предыдущего доклада, как раз-таки по получению данных. В принципе... Как можно использовать большие языковые модели для обучения? Сами-последствия, большие языковые модели обладают довольно большим количеством знаний. То есть, банально их учат почти что на всем интернете. Да, не все эти знания доступны. У них бывают галлюцинации и так далее, но к этому мы еще вернемся. Второе. Это скорость получения знаний. То есть, написать запрос в большой языковой модели, это все же быстрее, чем, условно говоря, поднять справочники и найти в них нужную информацию. Возможность интерпретации и индивидуального формирования ответа. То есть, мало того, что модель может вам просто дать ответ, она также может его объяснить для вас. А в чем проблема? Галлюцинации. Галлюцинации – это страшно. Не так давно произошла история, что языковая модель от компании Google порекомендовала использовать клей для того, чтобы на пицце держался сыр. Гадный человек был умный, адекватный, поэтому он этого делать не стал. Отсутствие необходимых сведений в обучающих данных. Не все данные есть в интернете. Есть какие-то закрытые данные, есть данные только для служебного пользования. Есть данные, которые в принципе в интернете представлены, но довольно малых в масштабах. Наличие чувствительных данных – это следствие предыдущего пункта. То есть, это какая-то секретная информация по чему. Как с этим можно бороться? Либо дообучить, либо обучить с нуля свою большую языковую модель, что очень долго, дорого и далеко не у всех есть такие ресурсы. Либо использовать так называемый REG – Retriever Augmentation Generation. По дообучению. Да, дообученная модель лучше знает доминую область. Она прекрасно выдает более проводоподобные ответы, и ее галлюцинация от этого становится еще страшнее. Она уже не просто рекомендует вам, условно говоря, приклеить сыр. Она уже вполне себе под видом, не знаю, синтеза какого-нибудь белка может выдаст синтез чего-нибудь ядовитого. Причем она подаста так, что вы поверите. Ресурсы емко и требуют значительных средств. Как я уже говорил. REG – это другой подход. Когда мы не изменяем исходную модель, наоборот, мы оставляем ее такой, какой она есть, но заставляем ее работать с нашей базы данных. Мы обращаемся к внутренней базе знаний. Мы, ввиду того, что подаем часть этих знаний в так называемый контекст на вход моделей, снижаем вероятность галлюцинации. Мы их полностью не устраняем. И все это позволяет разделить пользователей доступ к информации для пользователей. То есть, если эта информация у нас секретна, либо что-то еще, и какие-то пользователи не имеют допуска к этой информации, то тогда они никогда и никак не получат ответ по этой информации. В принципе, выглядит примерно так. У нас есть пункт пользователя, у нас есть база документов, у нас есть некий ретривер документов, который по запросу пользователя находит подходящие документы и подает их вместе с запросом пользователя на вход языковой модели. И у нас есть ответ. В сумме все это и есть рак. Основные проблемы. Ограниченный контекст. Да, сейчас появляются модели с очень длинным контекстом. По-моему, Клауд недавно хвалились тем, что у них контекст достиг 1 миллиона токенов. Но на самом деле мы торчим в районе 16-32 тысяч контекстов в среднем. Сложность в выборке подходящих документов. Вам надо как-то выбрать, какие документы подать на вход. То есть, если у вас запрашивают информацию про микробиологию, вам не нужно подавать на вход уголовный кодекс. И, соответственно, мы все еще заперты галлюцинациями. Возможное решение. Это в первую очередь разбить документы. К примеру, кодекс мы можем разбить вот так. Просто случайный кусок. Обратите внимание на первое и последнее предложение. Они обрезаны. Это самый худший вариант разбивки. Когда такое попадает на вход языковой модели, она начинает теряться. Здесь много лишней информации. Плюсом здесь неполная информация. Поэтому переходим ко второму этапу. Это доменозависимая разбивка документов. Это самый сложный на самом деле этап. В том плане, что вам нужно определить не только, к какому домену относится документ, но и как, в принципе, надо разбивать документы в этом домене. То есть, если мы учебники будем разбивать одним методом, кодексы мы будем разбивать другим методом, публикации третьим, художественную литературу четвертым. Пример доменозависимой разбивки документов. По аналогии с предыдущим. Здесь, как мы видим, разбивается кодекс. Здесь выделен отдельный конкретный пункт одной конкретной статьи. И в случае необходимости модель получает на вход уже вот такое. Плюс вопрос пользователя. Введение доменных поисковых агентов. Само по себе разбивка на домен – это прекрасно. Но, к примеру, в случае с кодексами часто бывают ссылки с одного пункта на другой. Ну, то есть, мы читаем пункт статью 3, пункт 4, а в ней указано, кроме случаев, описанных в кодексе таком-то, пункте таком-то, статье такой-то. Все это, опять-таки, мы не можем сходу запихать и даже предвидеть, что нам придется это запихивать в контексте языковой модели. Поэтому мы делаем как-то вот так. Когда языковая модель, в момент, когда ей необходима дополнительная информация, сама запрашивает ее. И домен-агент отвечает ей этой информацией. Это не работает без доменозависимой разбивки документов. И никогда не будет работать. Дополнитель – все прекрасно, но у нас все еще есть проблемы с галлюцинациями. Да, они уменьшились, да, у нас лежат данные в контексте. Да, благодаря тому, что мы используем поиск, мы можем прикрепить источники информации для ручной проверки. Но у нас галлюцинации полностью еще не излечились. И, в принципе, никогда не излечатся. По крайней мере, до тех пор, пока мы остановимся в текущей парадигме. Поэтому можно использовать дополнительную искусственную нейросеть для детекции галлюцинаций. Так, секунду. И не отобразилось здесь. Но принцип простой. Придется объяснить с вами. Вместо того, чтобы полностью сразу отдавать ответ пользователю, мы этот ответ загоняем в дополнительную нейросеть. Так как у нас ответ сгенерирован на основе RAC, то есть на входе есть данные для ответа, мы даже чисто визуально можем быстро проверить. Если мы представим себе этот текст. Давайте для примера отмотаем что-нибудь сюда. Мы можем просто посмотреть ответ нейросети, мы можем посмотреть ответ нашего сторожа документов и убедиться, что наша нейросеть действительно сыграется на документ. Или не сыграется. Если она не сыграется, то, скорее всего, это либо галлюцинация, либо отсутствие данных в документе. Такое тоже возможно. А банально на уровне объяснения визуального поиска это звучит просто. По большому счету мы сводим задачу к тому, чтобы для нейросети, к тому, чтобы убедиться, что в одном части ответа нейросети есть данные из входной части. И такая детекция галлюцинации в данном подходе может, в принципе, сильно снизить галлюцинацию. Мы все еще должны убедиться, что конечную ответственность на себя принимает человек, он проверяет информацию, но мы как можно больше стараемся снизить для него нагрузку на это. В принципе, все. Спасибо, очень интересно. И область очень интересная, конкретная вполне. Какие вопросы есть? В данном случае это выдержки из кодекса Евросийского таможенного союза. Скажите, а все ли нейросети открыты для технологии RAC и механизм реализации в питоне делаете? Так, начнем с университетей. В принципе, любая нейросеть, точнее, языковая модель подходит для того, чтобы использовать ее в RAC. В принципе, здесь несколько даже снижаются требования к нейросетям. То есть нейросеть не должна особо четко знать предметную область, должна только иметь какое-то понимание. Что касается реализации подхода. В принципе, да, в Machine Learning стандартам считается Python. Но вы можете это реализовать на любом языке программирования. Есть, в принципе, даже готовые реализации. Они используют более простой подход к RAC, как правило. Они используют что-то наподобие вот такой разбивки и плюс поиск по косинусной служисти векторов. А в питоне вы какие библиотеки используете? Для начала вы можете начать накидать прототип с помощью библиотеки LengChain. Но сразу говорю, что это хорошая библиотека для прототипа. Но потом вам придется углубляться самостоятельно. Спасибо. Коллеги? Еще вопросы? Спасибо. У меня маленький вопрос такой, если позволите. Позволим. Есть такая крылатая фраза. Из неверной посылки следует все, что угодно. Когда мы говорим про галлюцинации и про достоверность того, что мы получаем, не являются ли нейронные сети, которые мы сейчас обсуждаем, большие языковые модели, как раз иллюстрация этого принципа. Когда из запроса к нейронной сети может, в принципе, следовать все, что угодно. Да, верно. Но, в принципе, тут даже аналогия с человеком. Если вы будете человека учить неверным данным, он будет отвечать вам неверно. Так же, как и вы любого человека можете запутать, вы можете запутать нейронную сеть. Да, у нас очень требовательное отношение к тому, что мы подаем на вход к нейронной сети. И тем более, когда мы используем RAG. Я так намекал на то, что неверная посылка вообще-то, ну, может быть, да? Да, действительно, неверный ответ может быть. Это решается несколькими методами. Идеального решения, конечно же, не существует. Никто не дает 100% гарантий. Но, тем не менее, это как в том числе и векторная схожесть, косинусимулярити, в том числе это и полнотекстовый поиск, и это в том числе дополнительная обработка другой, либо этой же самой нейросети с другим фонтом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.